В этом видео мы продолжим полную оптимизацию Windows и выполним еще ряд настроек для стабильной и максимально эффективной работы компьютера. И начнем мы с раздела приложения. Для этого необходимо нажать пуск, перейти в параметры, выбираем приложение и переходим в пункт автономной карты. Мало кто использует карты Windows, поэтому если вы из числа большинства, то эти карты лучше удалить и тумблеры ниже отключить. Следующий очень полезный пункт это автозагрузка, который позволяет отключить приложение, которое запускается на старте Windows и соответственно потребляет ресурсы ПК. Здесь лучше отключить все или оставить минимум приложений. Возвращаемся на главную страницу, выбираем пункт игры. Если вы не используете Xbox на компьютере, то снимаем галочку и отключаем Xbox Game Bar. Далее переходим во вкладку клипы, если вы не записываете геймплей при помощи Windows, то отключаем полностью все. Игровой режим обязательно включаем, в этом режиме любой геймплей будет в приоритете, а оповещения и обновления во время игры будут приостановлены. Стоит отметить, что настройки в этом видео универсальны и для достижения максимального эффекта необходимо знать, для какой цели преимущественно используется компьютер для игр или работы в тяжелых программах. Более детально настроить компьютер, ориентируясь исключительно на ваши потребности, может команда Лиги Мастеров. За символическую сумму вы получите максимально производительный компьютер, ориентированный индивидуально под ваши потребности с дальнейшей поддержкой производительности на весь период подписки. Ссылка на сайт будет в описании, ну а мы продолжаем. Возвращаемся в главное меню, в пункт специальные возможности. И здесь нужно отключить, показывать анимацию, применить прозрачность Windows, автоматическое открытие полос. После этого переходим во вкладку указатель мыши. Если у вас не сенсорный монитор, то отключаем реакцию на касание. В текстовом курсоре выключаем индикатор. В разделе экранная лупа, если вы не планируете ее использовать, то выключаем и снимаем все галочки. Переходим в цветовые фильтры и тоже все выключаем. В разделе экранный диктор также все отключаем. В разделах мышь и клавиатура проверяем, чтобы все было выключено. После этого переходим в главное меню и следующий раздел конфиденциальность. Проверяем, чтобы во вкладке общее все было отключено. То же самое касается и голосовых функций и персонализации рукописного ввода. Диагностика и отзывы ставим галочку в первом пункте и отключаем все тумблеры ниже. В разделе частота формирования отзывов выбираем никогда. Переходим в пункт журнал действий. Все отключаем и очищаем весь журнал. Далее в пункте расположения выбираем изменить и отключаем пункт доступа к сведениям устройства. Ниже все отключаем и очищаем журнал сведений. После этого переходим в раздел камера. Если не используете веб-камеру, то тоже все нужно выключить. Далее микрофон. Проверяем, чтобы все было включено. Следующий пункт голосовая активация. Если вы не пользуетесь голосовыми командами, то отключаем. Далее в уведомлениях убеждаемся, что все движки находятся во включенном состоянии. В следующих разделах от сведения учетной записи до автоматического скачения файлов все отключаем. В оставшихся разделах от документов до файловая система убеждаем, что все находятся во включенном состоянии. После этого переходим в главное меню и выбираем пункт обновления и безопасность. Выбираем дополнительные параметры и отключаем все, что видим. Далее в оптимизации доставки отключаем функцию разрешить загрузки с других компьютеров. После этого переходим в раздел безопасность Windows. И несмотря на расхожее мнение о встроенном защитнике Windows, я не рекомендую его отключать. На сегодняшний момент встроенная защита очень высокого качества и вполне хватает для устранения всех известных угроз. С этим разобрались и теперь нам нужно избавиться от встроенных ненужных приложений. Для этого снова переходим в главное меню и выбираем раздел приложения. И здесь на свое усмотрение в зависимости от потребностей вы сами решаете, чем вы не будете пользоваться и что нужно удалить. После этого возвращаемся в главное меню раздел системы вкладка звук. Перемещаемся в правую область окна и выбираем панель управления звуком. Здесь нам нужно отключить всем чем вы не пользуетесь, чтобы не потреблять ресурсы вашего компьютера в фоновом режиме. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по неиспользуемому оборудованию и жмем отключить. То же самое касается и устройств записи. Оставляем только те микрофоны, которыми пользуемся. Теперь самое время немного выдохнуть, заварить ароматного чайку и перейти к третьей заключительной части. Продолжение следует...